Наш мозг с вами находится в опасности. Среда, в которой он сейчас вынужден проводить свое существование, для него агрессивная. Он не был предназначен для такого обилия информации, которую мы с вами получаем. Поэтому важно соблюдать навыки так называемой цифровой гигиены. И сегодня я расскажу вам три главных правила. Первое правило связано с общением с самим телефоном. Обязательно, необходимо отключать на телефоне звук, использовать его только, например, в виброрежиме. И отключать уведомления. Если телефон постоянно вас дергает, вы будете находиться в стрессе. Запомните, вы не обязаны все время находиться на связи. Вы живой человек, и другие люди, которые с вами регулярно контактируют, скоро это поймут и перестанут тревожиться. Вы должны со своим телефоном перейти на беззвучный режим. Второе правило связано с существованием телефона у вас в квартире. Есть место, хорошее для телефона, это место, где он заряжается. Не нужно носить его в туалет, ему там нечего делать. Не нужно носить его в кухню, ему тоже нечего там делать. И в спальню тоже не заносите телефон. Если вам нужен будильник, используйте нормальный будильник. Если вы за два часа до отбоя смотрите телефон, а вы смотрите прямо буквально перед отбоем, ваш сон станет хуже, чем если вы не будете этого делать. Поэтому поберегите свой сон, держите телефон в квартире на привязи, рядом с зарядным устройством. И третья вещь, про которую я вам должен сказать, связана с целью, зачем вы берете в руки телефон. Если вы заметите, то вы берете телефон сейчас в руки на автомате. Любая свободная секунда, и вы уже держите телефон, разблокировали его и что-то там крутите, вертите. Это симптом цифровой зависимости. Возьмите себе за правило. Если вы собрались что-то посмотреть в телефоне, вы должны себе в рерде четко сказать, что именно вы собрались смотреть. Если вы не можете себе ответить на вопрос, зачем конкретно вы смотрите в телефон, просто не берите его. Итак, три правила, которые вы должны запомнить и которые необходимо практиковать. Это будет непросто, но поверьте, это того стоит. Вы защитите свой мозг от токсичной информационной среды. Продолжение следует...